внутри есть надписи вот здесь внутри вообще девочка сейчас суперское кольцо люблю никогда я никогда его не променяю ни на один кольцо не знаем это мое самое любимое кольцо никогда не сниму даже вот здесь написано видите внутри айза и сонгун да типа и вот тут написано с другой стороны здесь не видно но написано система смысле опасно система оповещения трансляция получила статус опасно необходимо выполнить перезапуск вам приехали делать паспорт целый год уже прошло если не уехали правильно я вас поняла нет паспорт мой ребенок же получил этот моя свадьба нельзя всю жизнь мается будет у нас свадьба не было в мае мы с ним встречались мая это фейк а это фейк реально это фейк система оповещения тварь ах тварь я чуть не поверила я чуть не перезагрузить ты тварь ужас как может таким быть лживым да какая глупая девочки меня так легко вокруг пальца провести вообще-то крутяк правда подобно очень даже думаю блин меня сейчас сблокну где сидишь сижу вот здесь вот на лавочке уми рука как селфи палка блин короче вопрос был я его пропустила вот насчет паспорта вы приехали делать паспорт и целый год уже прошел есть не уехали правильный спонял короче мои дети мой ребенок родился в казахстане и он получил сразу же казахстанское гражданство чтобы поменять казахстанское гражданство нужно тысячи документов с разрушением отца то есть это делалось все в корее не в казахстане не в посольстве это делалось документ в этом в корее то есть мой муж бегал не я бегала а муж бегал и при этом я тут бегала чтобы получить этот паспорт ребенку и в нужно было сделать апостель апостель его свидетельство рождения копия адресная справка копия апостель 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 1000 апостелей короче перевод на английский на корейский на все языки мира и вот этот документ я просто вот так брала шла на почту кучками отправляла и ждала мой муж начал там бегать в корее с этими с этими бумагами короче уже мой муж это делал там не в казахстане делали паспорт не в посольстве а именно там я не в посольстве получал мне по почте отправили паспорт ребенка получается сделали ли он и паспорт в корее он тоже ждал 21 день он подал на паспорт ему сказали очень тяжелая ситуация потому что ребенок в казахстане и у них настолько путаница была они не могли понять что делать да с этим они говорят может быть он сюда приедет в корее мы потом паспорт сделаем так а мой муж как а как он приедет как он приедет по визе с 3 могут дать визу с 3 тоже вариант да был типа через с 3 подать посольство и поехать с 3 но это очень опасно потому что после с 3 идет виза h2 после h2 идет потом через 1800 лет дадут паспорт и поэтому самый лучший вариант быстрый был это муж пошел решил поговорил сказал ну поймите нас да типа ну как нам дети у ребенка казахстанское гражданство давайте менять и все они короче согласились и через 21 день поменяли ему паспорт 21 день я ждала потом еще через почту пока он отправил прошло месяц это столько месяцов прошло девочки я в шоке я пока этот паспорт ждала я вот так тряслась довезите мне пожалуйста его клянусь как вы думаете отправили почту мне я жду прошел месяц почты не дожду я пишу адвокату я говорю вы можете посмотреть где мой паспорт она проверяет на компьютере на год она в караганде стоит я в смысле в караганде она ведь она остановилась в караганде и не двигается у меня началась паническая атака я говорю как я поеду в караганду теперь что мне в караганду ехать прикиньте тарас караганда двое детей я еще в голове не представлял как это все делать потом раз пошло движение через караганду отправили в тарас в таразе потеряли я звоню говорю с не волнуйся все на нормально типа и мне сказали иди на почту побежала на почту как собака накинулась город дайте мой пакет с нетерпением это мою и побежала короче домой даже не открывала я боялась потерять у меня шизофрения началась и когда тут водохранилище поднялось в дождь начался родители говорят блин дождь айза начался жесткий сейчас на всех затопит я звоню папе папа паспорт заберите паспорта мне плевать на всех сохранить эти два паспорта потому что столько нервов у меня ушло на это козпочта то теряет то не туда короче здесь я так у меня был шиша шелк мой паспорт только про паспорт переживал ужас так паспорт получили теперь когда в корею мои дети получили паспорт им дали срок 28 мая ли улья должны покинуть казахстана это казахстан сам сказал до свидания типа чё тут делаете типа либо доверенностью он может уже оставаться уже они не могут остаться потому что они не гражданине не гражданина казахстана вот понимаете они уже не является казах казахами как я и вот и чё дальше думаете я подала на свои документы теперь я жду когда мне вот это вот одобрит вот так сижу жду целый день как связаться насчет сотрудничества напишите мне в инстаграм на инстаграм напишите азаман